К этой семье внимание органов опеки и попечительства приковано давно. 36-летнюю Лидию Орлову и 43-летнего Вадима Тимошенко уже лишали родительских прав в 2008 году. Тогда мать получила условное наказание за жестокое обращение с детьми, которых на тот момент было двое. И как показалось, тогда горе родители взялись за ум. На материнский капитал приобрели неплохой дом со всей необходимой обстановкой и стали рожать малышей одного за другим. Сейчас у них два мальчика и четыре девочки. Тем не менее, долго вести нормальный образ жизни супруги не смогли. И в перерывах между пьянками просто не успевали, да и особо не хотели вести домашнее хозяйство. Дети раздетые, голодные. То есть, даже видно по деткам о том, что у них недобор в весе. Дома очень грязно. Практически отсутствуют продукты питания. Старшая дочь, которая вот уже должна исполниться 18 лет, практически дома не живет. Девять классов не закончила. Младшие дети с января прошлого года систематически не ходят в школу. По словам матери, они болеют. Специалисты органов опеки определили, у мальчиков стрягущий лишай. Когда судебные приставы постучались в дверь, родители находились на работе. Время от времени они подрабатывают на соседней ферме. Общий доход в семье не превышает и 7 тысяч рублей в месяц. С детьми оставалась старшая дочь. Пускать в дом незнакомых людей она отказалась. Пришедшая через несколько минут мать загородила с собой двери и объявила, что без мужа она тоже никого не впустит в дом. Дождавшись отца, приставы убедили его решить вопрос мирным путем, чтобы не травмировать психику детей. Ознакомившись с исполнительными документами, глава семейства открыл дверь. Больше всех переживала старшая дочь. Ей почти 18 и изъятие из семьи девушку не затрагивало. Успокоилась она только тогда, когда ей предложили сопроводить братьев и сестер в районную больницу. Они сейчас находятся под обследованием, но в дальнейшем по решению суда, раз родители лишены родительских прав, их поместят в Кипельский детский дом. Родители, конечно, если возьмутся за ум, конечно, они могут восстановить свои родительские права. Но, конечно, им стоит не пить и работать. Марина Белкина, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру.